Здравствуйте! Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ в студии Гуля Алхасова, спонсор выпуска «Магазин Кальцедония». И вот о чем мои коллеги расскажут сегодня. Дальше только суд. Сноубордисты, получившие переломы костей на Высокогорье, намерены судиться с горнолыжным комплексом. На берегу Четинки обнаружена новая гора. Гора Золы и Шлаков. Кто вывозит опасные отходы к реке и почему это делается ночью? Будем свежим воздухом дышать и «Газпром» в молитвах вспоминать. Участники конкурса «Миллер Дайгас» записывают песни и стихи, чтобы обратить внимание на смог над краевой столицей. И начнем с главной темы. Недалеко от улицы Калинина в Чите вот уже несколько лет растет гора Золы и Шлаков. Жители, уставшие от постоянного дыма, неоднократно обращались к перевозчику опасных отходов, однако последний на контакт не идет, а занимается своей деятельностью в основном в ночное время. Чем это грозит, смотрите в сюжете. Сначала была яма, потом она обросла траншеями и мусором, став местом игры для детей. К чему могут привести забаву в таком опасном месте, все прекрасно знают. Все, кроме предприятия «Звезда». Этим сильно возмущаются жители улицы Калинина. Стройка развернулась прямо возле реки Читы, где в водоохранной зоне запрещена даже хозяйственная деятельность. «Директор Хачатурян Вартан Дур Сунович. И вот они делали вот это сооружение здесь, а потом начали здесь кучу сваливать. И когда люди у них спрашивали, у тех, которые сваливают кучу, почему вы здесь сваливаете, они передрисовывали, что это вот эти хозяева, так распорядились». Кроме того, строители вывозят залу и шлак прямо под окна домов. Жители недоумевают, почему стройку и загрязнение берега Читинки все еще не остановили. От февральского ветра угли вполне могут разгореться в большой пожар. «Мы просим, мы настаиваем, чтобы с этим вопросом разобрались службы различные и приняли какое-то решение. Потому что так жить невозможно, молчать тоже уже больше невозможно. Никому нет до этого дела. Тем более сейчас они начинают скрываться, днем не возят, вечером. Вечером, по ночам, чтобы мы не возмущались. Огромные машины и вот эти вот клубы дыма, вы знаете, страшные, как атомный взрыв в Хиросиме. Это же кошмар один». Небезызвестная ООО «Звезда» летом прошлого года меняла по всему городу бордюрные камни, а потом складировала их, где попало. Компания имеет регистрацию в Краснодарском крае и может изготавливать мебель, заниматься лесозаготовками и даже предоставлять напитки. Всего 82 вида деятельности. Несмотря на такую универсальность лицензии на деятельность, связанную с отходами, в частности золой и шлаком, даже 4-й и 5-й категории опасности у предприятия нет. К тому же компания организовала незаконный золоотвал на территории природоохранной зоны. А если открыть законодательство, то видно, что проектная документация по организации золоотвала должна быть направлена на экологическую экспертизу федерального уровня. Еще до выхода нашего сюжета законностью такой свалки заинтересовались в Министерстве природных ресурсов Запайкальского края. Тамара Ванфули, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. У одного перелом позвоночника, у другого таза в четырех местах. Именно так закончились выходные для двух четинцев, которые занимались спортом на горнолыжной трассе комплекса «Высокогорье». Юлия Сидельникова пообщалась с пострадавшими. Ей и слово. Активный отдых превратился в боль и травмы. Герои нашего сюжета Дмитрий Сычев и Кирилл Лапардин отдыхали на горнолыжной трассе спорткомплекса «Высокогорье». Поднимаясь на гору, молодые люди сорвались с подъемника и рухнули вниз. Оба четинца утверждают, что катаются на сноубордах уже далеко не первый год. За собой халатность не признают. Бугельным подъемником пользоваться умеем. Поднимались не один раз. И весь персонал уже нас видел там неоднократно. На входе, после прохождения турникета, играет голосовая запись о том, что для сокращения очередей просят цепляться по два человека. Соответственно, я был на левой ноге встегнутый, и Кирилл стоял. Я до этого был с ним незнаком, стоял на правой ноге встегнутой. Я ему предложил поехать вместе. Мы зацепились за бугельный подъемник. Согласно правилам и требованиям техники безопасности. К слову, стоит добавить, что Дмитрий катается на сноуборде уже около пяти лет, и в такие ситуации никогда не попадал. Мы доехали до первой опоры. За эти первые две минуты успели познакомиться. Потом почувствовали, что нас тянет наверх. Я задрал голову, посмотрел наверх, увидел, что наш трасс наматывает на опору. Там буквально на реакцию было 2-3 секунды. Ничего толком сделать не успели. Я лежал, Кирилл лежал. Оба там кричали. Ну и с помощью единственных насилок меня вниз спустили, эвакуировали. Кто спускал вниз? Сотрудник, оператор бугельного подъемника, один-единственный, и два сотрудника МВД рядом оказались. Спустили вниз Кирилла на надувной плюшке. Спускали вниз. То есть насилки были одни-единственные. В итоге Дмитрий получил перелом позвоночника. Молодому человеку сделали операцию. Впереди два месяца восстановления и столько же кинезотерапии. О зимних развлечениях пока что придется забыть. Что касается второго пострадавшего, травмы серьезнее. Так как из-за состояния здоровья мы не смогли пообщаться с Кириллом лично, разговор состоялся по телефону. В ходе падения я получил перелом двух ребер, вследствие чего повреждение легкого, ушиб легкого, ушиб сердца, отбита правая почка и перелом тазовой кости в четырех местах. Скажите, пожалуйста, как долго восстановление ваше будет длиться? Полгода. Никакие наши действия с Дмитрием не могли привести к подобным последствиям. Но подбросило на высоту четыре метра. И потом, чтобы мы упали с нее. Здесь только нештатная сработка оборудования. Теперь вернемся к Высокогорью. В спортивный комплекс входит лыжная биатлонная база, ледовый стадион и горнолыжный склон. Но, как оказалось, трасса для лихачей живет своей жизнью, так как находится в собственности Вадима Самуилова и называется обществом с ограниченной ответственностью «Гора». Судя по лицензии, подъемник тоже принадлежит предпринимателю. Директор с нашей съемочной группой общаться отказался, добавив следующее. Подъемник прошел внеплановую экспертизу, признан годным к эксплуатации. Действительно, проверки были из-за сорвавшихся сноубордистов 23 и 24 января склон не работал. Но результаты еще неизвестны. Самуилов же утверждает, что все в порядке по поводу наличия медицинских работников и специального пункта информации также нет. Если на лыжной базе и катке помощь оказать могут, то склон вызывает сомнения. На этом месте у нас каждую субботу и воскресенье, на время массовых катаний, проката, у нас работает медицинская сестра. Она с аптечки там сидит. На всякий случай, если вдруг какая-то травма или еще что-то произойдет. На ледовом стадионе, который там выше находится, да, ледовый стадион, там, где у нас также проходят массовые катания, там у нас полностью лицензированный медицинский кабинет, значит, медицинский пункт. И там каждые выходные также работает и врач, и медсестра. Стоит напомнить, что после падения пострадавшего Дмитрия спустили с горы на носилках, а Кирилла прокатили на надувной плюшке. После таких насыщенных выходных молодых людей ждет долгое восстановление здоровья и коллективный иск в сторону общества с ограниченной ответственностью гора. Юлия Сидельникова, Дмитрий Пенигин, Николай Шунков, ЗАПТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Гурулев поручил МЧС Забайкал-Пош-Спасу и главам районов провести повальную инвентаризацию по готовности к пожароопасному сезону. Особое внимание к деревянным строениям. Их необходимо обработать защитными средствами. Все работы краевым ведомством нужно закончить до 15 марта. Выполнение поручений проверит специально созданная комиссия. Власти Читы предложили горожанам выбрать места установки двух больших парковых качелей. Опрос опубликован на сайте администрации Читы. Среди предлагаемых вариантов площадь имени Ленина, сквер МЖК и свой вариант. Голосование продолжится до 28 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упущение строителей и нерасторопность водоканала привели к тому, что десятки семей в Чите остались без воды. Оказалось, дело в потерянных ключах, под чьё кресло закатилась связка. Разбирался Вячеслав Бортницкий. Улица Слоянская. Новенькие дома строила компания ПГС, которая сейчас банкрот. Также была построена и эта насосная станция. Только вот завидная регулярностью подача воды прекращается. Первое отключение случилось в разгар праздника 2 января. Ситуация усугубляется тем, что к ремонту попросту невозможно приступить. Нет ключей. На место приехал Константин Суздальницкий с потерявшейся связкой. Так получилось, что застройщик её не оформил надлежащим образом. Ну и, как просто говорится, передал на бесхоз. На бесхоз. Она ни у кого на балансе не... Нет, мы сейчас её оформили, все земельные работы провели, подали в Росреестр на регистрацию. И пока мы её не зарегистрируем в собственность города, по сути, она стоит на обслуживании теперь в Комитете городского хозяйства. Ну, поэтому у вас и ключи. Да, поэтому у нас и ключи. Но вообще, на самом деле, ключи находятся в водоканале, мы их там взяли. Насосная станция выглядит опрятно. В 2019 году провели капитальный ремонт. Только вот работает с перебоями, как и до ремонта. В выходные и праздники водоканал не спешил восстанавливать подачу воды. В итоге жители забили тревогу. Согласитесь, обидно из-за связки ключей остаться без благ цивилизации в новеньком доме. В итоге нашлись и ключи, и представитель города водоканала приехал, и начальник отдела коммунального хозяйства вместе с электриком. Под присмотром Константина Сузданицкого они сразу, но подачу воды запустили. Вроде бы ситуация исчерпана, и дело плевое. Но осадок от бездействия горводоканала остался. Казалось бы, какая мелочь, просто по-человечески дать ключи. Неужели нельзя было обойтись без звонков заместителя руководителя администрации города, и без того, чтобы в итоге почти 300 семей оставались без воды в праздники и выходные? Вячеслав Барницкий, Николай Шумков, ЗАП-ТВ. Сейчас короткая реклама, не переключайтесь, вернемся скоро. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков, и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр Макси. Шилово 100. Мое идеальное нижнее белье. Но интимиссими, интимиссими, роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. Макси. Шилово 100. Вы смотрите новости на Первом Независимом, и мы идем далее. Несколько дней назад телеканал ЗАП-ТВ запустил конкурс на лучшее видеообращение к главе Газпрома Алексею Миллеру с призывом газифицировать Забайкалье. Первой, кто отправил ролик, стала чтенка Лариса Лисоцкая. За сутки ее песня набрала в интернете более 16 тысяч просмотров. Нам не выйти на прогулку, не открыть окно. Запах гори на подоконнике черном. Громко крикнем, что если мочи вместе мы сейчас. Ну вот брось же все сомнения, миллер, дай нам газ. Эта песня родилась за одну ночь. Пока маленькая Алиса сопела в своей кроватке, мама старательно подбирала нужные нотки и слова. Такие, чтоб в самое сердце. Может быть услышит миллер общий наш призыв, западет ему вот этой песенки мотив. Ну а мы споемся дружно в 35-й раз. И тогда, возможно, миллер проведет нам газ. Я, получается, легла уже спать. Все листала, листала и наткнулась на эту новость. И все, какой тут сон. Сон сразу же пропал. До полчетвертого утра я в творческих муках провела ночь. И все, и на следующий день быстренько записала сюжет и выдала. Пошла в кухню, поставила телефон на какие-то там коробки от молока и все, и сняла. Коробочки молока, крохотный столик на кухне. И оказалось, совсем не важно, где и на что снята песня, если поешь искренне и от души. Интернет-сообщество это почувствовало. За один день ролик в социальных сетях набрал около 16 тысяч просмотров. Лариса стала первым участником конкурса «Миллер дай газ», который проводится телеканалом ЗАПТ-ТВ. Ну, приятно, конечно. Небольшой кусочек славы приятно получить всегда. Но, конечно, больше-то бы хотелось, чтобы все-таки миллер дал газ. Из-за того, чтобы воздух, наконец-то, у нас был чистый, чтобы можно было и ходить с ребенком гулять. Потому что мы вот практически не гуляем, сидим дома. В редкие дни, когда свежий воздух получается, урвать. Принять участие в конкурсе на лучшее видеообращение к Миллеру могут все желающие старше 18 лет. А вот в творческом плане ограничений никаких. Стендап, рэп, стихи, музыка. Сочиняете, записываете и отправляете ролики на почту инфособакозап.ру. Победитель получит приз в размере 30 тысяч рублей. За второе и третье место 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Кто знает, возможно, именно вам удастся обратить внимание газовой корпорации к пугающей экологической обстановке в Забайкалье. Возможно, именно ваши строки растопят сердце тем, кто считает наш регион экономически невыгодным. Гулял Хасова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. И снова тема ЖКХ и два острых момента для города. Отопление и мусор. Почему уголь не дает тепла, а мусоровозы не ездят в частный сектор. Об этом Вячеслав Бортницкий. Уголь, который не горит, и мусор, который не вывозят. Основные темы на сегодняшней планерке в городской администрации, посвященной теме ЖКХ. Руководители котельных, всех касающихся. Я потребитель, потребители вы все. И нам не важно, какой у вас уголь. Мы платим за квартиру, за тепло? Платим. Соответственно, мы хотим тепло в наши дома и в наши квартиры. И нам не интересно, где вы уголь там покупаете. И в каком состоянии уголь. И какого качества. Уголь низкого качества от поставщиков приводит к тому, что такое топливо попросту превращается в залу. Не дает толком тепла, а только добавляет в и без того многострадальную атмосферу города дым. Выход один – вращаться с такими поставщиками и искать новых. Последствия приводят к ситуациям, которые приходится оперативно решать городу. Безобразие полнейшее, что дети у нас, когда мы туда выехали, это было в среду, 15 градусов было. И завозили уголь туда, поднимали температуру и к вечеру подняли температуру. Уже к ночи. Каждое утро, каждый вечер с проверкой выезжать, смотреть параметры. Мне в письменном виде докладывают. Хоть днем, хоть ночью, если параметр начинает падать, сразу доклад идет. Соответственно, мы начинаем принимать меры. Это касается у нас машзавода и биофабрики, где 20-я школа. Кроме отличившихся котельных, еще один момент в повестке. Как всегда, хедлайнер заседаний комитета ЖКХ – мусорная реформа. Вопросы те же. Не хватает контейнеров и не вывозят мусор. Особенно страдает неблагоустроенный жилой фонд. В Железнодорожном и Ингодинском районах. Сегодня мы начинаем вывозить заприкал спецстанции контейнеры со школ. Максимально с садиков. Те старые, которые стоят. И выставлять на неблагоустроенный фонд. Да, действительно, там порядка 165 площадок еще не оборудованы контейнерами. Кроме этого, все так же остается проблема с жидкими коммунальными отходами и залой. Не особо сдвинулось и оформление поданных предпринимателями заявок. Остро для администрации стоит вопрос информирования о мусорной реформе от Минприроды, Алирона, управляющих компаний и глав районов. Важность такой работы понятна. Учитывая сбои с вывозом, мусор постепенно снова заполняет город. А к зиме у нас опять все будет в бардаке, да? Отчего? От того, что мы просто-напросто с вами не проведем беседу и не научим, как это все должно пользоваться и выглядеть. Здесь будем проводить ежедневные эти беседы. Ежедневные, чтобы они уже то сказать, да вы надеяли уже, мы уже все поняли. Каждый божий день это придется делать. Вячеслав Бортнинский, Дмитрий Пенегин, ЗАП-ТВ. Государственная жилинспекция оценила работу управляющих компаний города. Кому вручена пальма перденства, а кто стал аутсайдером. Об этом мои коллеги. В формировании рейтинга управляющих компаний учтены десятки показателей работы. Из основных это количество проведенных проверок по заявлениям граждан, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и наличие лицензии. За 19-й год за совершение управляющими компаниями грубых нарушений лицензионных требований по 26 МКД были исключены сведения из реестра лицензии. То есть цифра такая серьезная в данном случае, мы в этом направлении работаем. По четырем управляющим компаниям, если уже конкретно говорить, это ООО «Возрождение», ООО «Антипиха», ООО «Магистраль» и ООО «Жилком» было принято решение с обращением в суд, с заявлением об аннулировании лицензии. Аннулировано две лицензии, у нас в данном случае ООО «Коммунальщик» и ООО «Комфортсервис Забайкальск». Наименьшее количество жалоб пришло в адрес двух управляющих организаций «Кварта-Л» и «Север». Именно они заслуженно получили звание фаворитов. Худшими признаны компания КЖО, находящаяся в стадии банкротства, и Кенон. Представители организации уже долгое время не могут предоставить лицензию. Один из приоритетов на сегодняшний день будет нашей работы, чтобы вот эти вот дома, как правило, это, ну скажем, люди, граждане, которые там проживают, это малообеспеченные дома, находятся, скажем, в состоянии именно не очень, скажем, хорошем, куда управляющие компании нормальные, как правило, заходить не хотят, потому что проблем много, собираемость платежей маленькая. И вот мы совместно, и думаю, муниципалитет нас как бы услышит, мы попробуем все эти дома, соответственно, привести в соответствие, потому что очень много жалоб именно по этому жилому фонду. За прошедший год в жилищную инспекцию края поступило 5 940 обращений граждан, повторных всего лишь 7. Как отмечают инспекторы, жалоб могло быть и меньше, если бы граждане своевременно обращались в управляющие организации. У нас такое количество обращений на 30 инспекторов. И инспектор на следующий день выйти физически не может на эту проверку. Есть определенный порядок. Необходимо оформить распоряжение, необходимо внести в ГИС, ЖКХ, ГИРП организацию проверок, уведомить ресурсника, уведомить управляющую компанию о том, что будет проводить проверку. И это занимает определенное время. То есть, когда мы выходим на проверку, нарушение управляющей компании по факту может устранить уже. Она же обслуживает фонд в постоянном режиме и не только на основании наших подписаний. Дарья Калинина, Никоновак, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Вокруг одного мусорного контейнера в одном из Читинских домов разгорелась нешуточная война. Холодное оружие никому применять не пришлось. Исключительно жалобы и камеры нарушенного видеонаблюдения. Юлия Сидельникова разбиралась в теме. Напомним, на одной мусорной площадке находятся контейнеры управляющей компании «Кварта-Л» и ТСЖ «Кварц». Жители, проживающие по улице Петровско-Заводская, 45, используют три емкости. Люди из соседнего дома, 32Б, только одну. Причина конфликта в том, что происходят настоящие мусорные завалы. Контейнеров не хватает. Наша управляющая компания «Кварта-Л», которым мы второй год работаем, три контейнера. Один контейнер ТСЖ. На то же количество жителей практически. Хотя председатель ТСЖ говорит, вот у нас только два подъезда носят к вам, ничего подобного. К нам носят практически все подъезды. Ну, те крайне меньше. Второй, третий, четвертый, пятый несут нам. После выхода первого сюжета с редакцией связались представители ТСЖ «Кварц», которые рассказали, что дом номер 32Б – секционный. Один контейнер предназначен только для пятой секции многоквартирного дома. Пятая секция принята 5 сентября 2006 года. И контейнер туда, на Петрозаводскую, поставили. Никаких вопросов, никаких людей, которые прибежали бы и говорили, что-то. А в пятой секции у нас 73 квартиры. У ТСЖ «Кварц» есть еще одна площадка под мусор. Она находится с другой стороны дома. Остальные секции приносят отходы туда. По 26 декабря 2019 года нас обслуживал Забайкал спецтранс. У нас договора, вот последние договора, которые у нас есть на вывоз. Тут у нас конкретно показано 4 контейнера, которые нам вот идут. Вывоз негабарита осуществляется таким образом. Если кто-то поставил диван, значит сразу машину и вывозить. Дело в том, что у нас своего транспорта нет. И поэтому по мере накопления, согласно договору, как на машину накапливается, мы сразу заказываем и вывозим. Представитель ТСЖ не согласилась с тем, что мусор вывозится не вовремя. Утверждает, что все по мере накопления. Но не стала отрицать тот факт, что контроль над выносом отходов в определенные контейнеры действительно нельзя отследить. Но это же действительно никак нельзя контролировать. То есть вы же не будете стоять у к нам отъездов и смотреть? Да, это одна сторона. Я скажу на этот же вопрос другую сторону. Идут с Петрозаводской 45. Есть этот выход по ступенькам. И есть другой вот тут выход. А они идут и бросают. Это люди. Если они спускаются вот тут около детской площадки у нас, у нас тут стоит, ну это для сбора мусора, просто это урна оставляют. С обвинениями жильцов из соседнего дома Кварц не согласен. Чтобы избежать многочисленных проверок и конфликтов, сотрудники написали письмо председателю комитета городского хозяйства Константину Суздальницкому с просьбой переместить их контейнер. В настоящее время возникают конфликтные ситуации с домом номер 45 по улице Петровско-Заводская, поскольку контейнерная площадка относится к общему имуществу указанного дома и собственники вправе ограничить к ней доступ. Во избежание неблагоприятных последствий от создавшейся ситуации просим вас в срочном порядке выделить место под контейнерную площадку для нашего дома. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. На сегодня это все новости. Берегите себя и до встречи завтра в это же время на ЗАП-ТВ. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на первом независимом ЗАП-ТВ. И я его ведущая Кристина Чебан-Белькова. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кольцедония». Мое идеальное нижнее белье «Интимиссими». «Интимиссими» – роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. В среду 29 января нас ожидает переменная облачность. В ночные часы будет до 24 градусов мороза. Днем – минус 10, минус 12. О погоде это все. Желаю вам всего доброго и до свидания. «Кольцедония» и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков. И даже для самых маленьких модниц – шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кольцедония». Торговый центр «Макси». Магазин «Кольцедония» Магазин «Кольцедония»